Всем привет! Продолжаем разоблачать инфо-цыган в сфере фитнеса. Недавно мне поступило очень интересное предложение разоблачить инфо-цыгана. Причем, это прям инфо-цыган, прям барон. Не поверите, кого мне предложили разоблачить? Юрия Спасокукоцкого. И все бы хорошо, и действительно, я бы разоблачал Юрия, если бы было что разоблачать. Давайте по факту. Ну, человек является многократным призером по бодибилдингу. Он выступал в категории классический бодибилдинг и становился многократным призером, в том числе чемпионом Европы, чемпионом мира и так далее. То есть, человек, выступающий спортсмен, который знает в этом толку, он умеет подготовить себя, умеет подготовить других спортсменов в категории классический бодибилдинг. Ну, как минимум к этой категории. У человека за плечами достаточно огромный многолетний опыт подготовки обычных людей То есть, когда люди приходят с нуля, и он их доводит до нужной кондиции, которая им необходима для того, чтобы выглядеть красиво Причем у него достаточно много примеров удачных, скажем так, работ с его клиентами Поэтому было бы что разоблачать Да, я со многими, скажем так, методиками Юрия не согласен То есть, в частности, он предлагает читинг прямо везде и повсюду Возможно, я неправильно его понял, тем не менее Я сам использую читинг Я сам использую неполную амплитуду, которую он также предлагает То есть, в принципе, методики, которые он использует, они используются, в принципе, повсеместно всеми спортсменами Возможно, не таким образом, каким предлагает он Однако, о том, что эта его методика не работает, совершенно не означает То есть, она работает, но, возможно, у него какие-то есть особенности, о которых он не рассказывает, о которых он будет рассказывать Если человек обратится к нему непосредственно, заплатит деньги и начнет с ним работать Вполне себе нормальная работа За что не могу его винить Наоборот, даже только поддержу Так вот, было бы кого разоблачать Человек, который мне предложил разоблачить Я ради интереса посмотрел, на кого подписан этот человек И, к сожалению, для себя обнаружил то, что он подписан на человека Который лично у меня вызывает, ну, мягко говоря, раздражение Поскольку тот человек позиционирует себя как очень классный специалист Первоклассный тренер, который поможет всем и каждому добиться результата в спорте, в телостроении Который прям с нуля вас поставит на ноги Тот человек ведет фитнес-блог Я его увидел первый раз в ТикТоке Очень много у него было, ну, скажем так, мягко говоря Неправильной информации, которую он доносил до своей аудитории Я его не трогал Дело в том, что человек свою теорию обосновывает И он прям каждую свою публикацию обосновывает теми или иными исследованиями Все бы хорошо, но исследования он читать не умеет Почему? Потому что те исследования, которые он предлагает Лично я их читаю Я человек, который имеет образование фитнес-тренера, нутрициолога С кучей дипломов, извините, у меня Я могу понять, о чем говорится в исследовании Я могу оценить исследование Подходит оно, не подходит Там человек даже не умеет читать исследования То есть, там написано одно, а он трактует его совершенно иначе И это он все доносит до своей аудитории, которая ему верит Дело в том, что люди, по сути, свои ленивые И действительно, многие люди не проверяют эту информацию Причем он эту информацию у себя в телеграм-канале выкладывает Ссылки на эти исследования И людям достаточно лишь действительно пройти по этой ссылке И посмотреть, почитать Многие, имея соответствующие знания Прекрасно бы поняли то, что человек, который От которого они это слышат Несет по руку полную Полную чушь И верить ему нельзя Тем не менее, никто этого не делает Они не читают эти исследования, которые он Публикует Они просто его слушают безоговорочно И это крайне печально Потому что этот человек Допустим, предлагает Вот, худеть вот на таких цифрах Белков, жиров и углеводов Посмотрите Как сушиться правильно? Эти рекомендации эффективны и научно доказаны Во время сушки может потребоваться более высокое потребление белка От 2 до 3 грамм Это нужно для того, чтобы белок сохранял ваши мышцы от разрушения И сам белок имеет высокий термический эффект пищи То есть, вы съели белка, например, на 1000 килокалорий А 300 калорий организм потратит на усвоение Это будет способствовать сушке От 15 до 30 процентов может приходиться на жиры А количество углеводов От 4 до 7 грамм В зависимости от уровня активности А дефицит калорий нужно подобрать такой, чтобы скорость похудения была не выше, чем от 0,5 до 1 процента от массы тела в неделю Например, если вы весите 80 килограмм, то вы в неделю должны терять 800 или 400 грамм в зависимости от процента жира Чем ниже процент жира, тем плавнее похудение Итак, давайте я вам попытаюсь показать более наглядно, что же предлагает нам наш автор Итак, белка он предлагает от 2 до 3 грамм на килограмм собственного веса В принципе, согласен Жиров от 15 до 30 процентов от суточной калорийности рациона В принципе, согласен Углеводов от 4 до 7 грамм на килограмм собственного веса Ну окей, давайте теперь считать Берем мужчину весом 100 килограмм, 175, рост 30 лет Общая калорийность его рациона по форме мифлина с инжора составляет 3362 калории Теперь берем среднее значение, которое предлагает наш автор И что же у нас получается Получается то, что наш человек, мужчина весом 100 килограмм должен потреблять белков 250 грамм в день Это 1000 калорий Он должен потреблять жиров 773, соответственно, неправильно написал, калории Это 86 грамм жиров Углеводов он должен потреблять 550 грамм Это 2200 калорий И у нас получается суточной калорийности рациона 3973 калории Это на этом он предлагает худеть Это, извините, больше, чем наша норма Вот нашего мужчины Аж на 611 калорий То есть, видите, да, человек предлагает худеть на профиците калорий С немеренным количеством углеводов Он это все подтверждает исследованиями Которые, ну, сами понимаете, уже не имеют никакого отношения к реальной действительности То есть, человек абсолютно ноль в этом деле Он не является ни диетологом, ни нутрициологом При этом он все-таки считает то, что, прочитав какие-то те или иные исследования Он имеет право, полное право Давать свои рекомендации по снижению уровня жировой прослойки На тех или иных количествах белков, жиров и углеводов У меня просто нет слов На самом деле, это не единственное, естественно, его, скажем так, предложение В частности, он предлагает убрать жиры Ну, в принципе, что мне рассказывать, посмотрите сами То есть, организм углеводов в жир редко, когда откладывают В жир идет жир Поэтому, если ты хочешь рельефное тело, не стоит бояться углеводов Минимизация жиров предпочтительнее Ну что, вы сами видели, человека никто не тянул за язык Он сам сказал, что, оказывается, у нас углеводы в жир не откладываются В жир откладывается жир Нормально? И это говорит человек, который себя позиционирует как офигенный тренер Походу, человек совершенно напрочь забыл То, что у нас жир откладывается в организме В случае профицита калорий в рационе И идет он и от жиров, и от углеводов Простите, но сладенькие булочки Это именно углеводы И они пойдут в жир в случае профицита калорий в рационе Поэтому нести ту пургу, которую он несет Я бы не стал То есть, уже понятно, что человек очень далек Очень далек и от нутрициологии И от спорта И вообще от этой темы Но позиционирует себя как офигенный специалист Все-таки давайте вспомним то, что он предлагает Высключать жиры из рациона в период снижения уровня жировой прослойки Я хотел бы вам напомнить Для чего нужны жиры в организме То есть, для чего мы с вами их потребляем И какую функцию они несут И в случае дефицита этих жиров в рационе Наступают не очень благоприятные последствия Которые лучше, естественно, избегать Суточная потребность человека в жирах От 15 до 30% от суточной калорийности рациона Более того, если человек еще занимается физическими нагрузками И занимается ими достаточно серьезно То соотношение это возрастает до 50% То есть, человек должен потреблять в день До 50% от суточной калорийности рациона И это только жиры Тот человек, который предлагает убирать жиры Опять же, часто подтверждает свои слова Если это так можно сказать Научными исследованиями Что ж, у меня этих исследований не меньше И у меня ряд исследований, которые доказали То, что как раз таки в период снижения уровня жировой прослойки Если вы поднимете уровень жиров В одном из исследований есть даже до 42% Улучшается гормональный фон Процент снижения уровня жировой прослойки идет лучше Мягче Это полезно для организма Когда в нашем рационе достаточно много жиров Речь идет не о кето-диете Но процент соотношения белков, жиров и углевода В рационе, естественно, должен соблюдаться Пожалуй, позволю себе на этом закончить Совершенно очевидно То, что человек, который рекомендует вот эти вещи Инфо-цыган в сфере фитнеса Которого, естественно, нужно избегать Я имею в виду рекомендации Его, естественно, нужно избегать Если вы увидите его Пролистывайте дальше Не надо даже слушать то, что он говорит Потому что то, что он говорит Чаще всего полная елесть Что касается Юрия Спасококотского Юр, ну что я могу посоветовать Держись Потому что, ну Действительно, нам сложно тем людям Которые действительно разбираются в спорте Действительно разбираются в питании Когда, скажем так В нашу работу влезают люди Которые абсолютно некомпетентны И вводят людей в заблуждение И вот именно с этими заблуждениями В последнее время нам приходится достаточно много работать Поэтому держись У нас с тобой очень много работы Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...